Лечиться витаминами надоело, говорят покупатели. Чтобы получить нужные препараты, придется побегать. Азитромицина и амоксиклаб такой хотят. Там нет лучше. Там другая есть. Слышу, что нет антибиотиков, но сама не интересовалась. Азитромицина пока нет, левофлоксацина тоже. Амоксиклаб есть, но только детские дозировки. Цевтриаксона пока нет, орбидол был, но закончился. Как вот началась вспышка заболеваемости. Пошли назначения и то, что маркированный товар из-за маркировки притормозились поставки. Говорят, одной из причин дефицита препаратов в октябре были сбои в системе маркировки лекарств. Теперь ее упростили. Длинная цепочка оформления отложена на год. Поэтому антибиотики и противовирусные сейчас к потребителю смогут попасть быстрее. Пишут в федеральные СМИ. В Барнауле нужные пациентам лекарства для лечения появились. Но не во всех аптеках. Фармацевты говорят, все зависит от поставок. Противовирусный ингавирин есть, намидез есть, циклоферон. Антибиотиков вообще в принципе уже? Нет, почему есть. Амоксицелин есть, цифрофлоксицин есть. Не хватает лекарств сейчас в большей степени из-за большого спроса, рассказали нам в аптеках. То, что поступает, раскупается мгновенно. Но поставки, говорят, возобновились. И это уже плюс. Мы сейчас начали приходить после перерыва. Сколько был перерыв? На неделе две, наверное. Спрос, конечно, изменился. Я просто сравниваю первую волну коронавируса. И вот сейчас, как мы ее называем, вторая волна, конечно, спрос очень увеличился. Больше, да? В разы. Если оценивать итоги нашего небольшого рейда, можно сказать следующее. Найти лекарство, которое выписывают пациентам, в Барнауле стало гораздо реальнее. Но для этого придется пройтись и обзвонить ни одну и ни две аптеки. И совершенно спокойно могут себя чувствовать только такие люди. Я хоть, наверное, бабушка вам по возрасту, но я не болею. Я закаляюсь и я таблетки не покупаю. У меня даже дома есть аспирин, парацетамол, других я не знаю. Не знаю, у меня соседи не болеют, сам не болею. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком.